МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа о республиках с главными событиями. Понедельник и минувших выходных вас познакомит наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Пока мы едины, мы непобедимы. Состоялся первый съезд народов Чувашия. Круглая дата. Город Шумерли отметил вековой юбилей. Мы первые. Национальная телерадиокомпания Чувашия обогнала всех в эстафете среди команд средств массовой информации. В республике появится новый институт гражданского общества Ассамблея народов Чувашии. Такое решение принял первая в нашей истории съезд народов. Что еще обсудили на форуме в нашем сюжете? Театр оперы и балета на один день превратился в дом дружбы народов. Людей посмотреть и себя показать захотели и узбеки, и минцы, и азербайджанцы, и туркмены, и марийцы, и представители других народов, проживающих в Чувашии. Идея съезда и как продолжение создания Ассамблеи народов пришлась всем по душе. Мне очень нравится эта яркая, пестрая лента, можно сказать, представителей всех народов, живущих в нашей стране. Ну, основные, скажем так. У всех действительно настолько яркая самобытная культура. Мы погружаемся вот в пестрый этнокультурный ковер, что просто очень интересно нам действительно посмотреть. Потому что где еще увидишь сразу все. Идея единства сегодня актуальна, как никогда. Те, кто постарше, уверены, национальная политика, направленная на восстановление межэтмических связей, сделает страну сильной и успешной. Так было всегда и так должно быть. Мы всегда побеждали, невезирая национальности, в принципе, влагения, мы всегда побеждали врага и недоброжелателей. Поэтому вот такое, значит, место собраться, место показать, что мы вместе все россияне, независимо от национальности, может быть, азербайзанец, армянин, грузин, чуваш, русский. Но мы все вместе россияне. У народов, проживающих на одной территории, всегда есть объединяющее начало – любовь к общему дому. Даже в нынешние неспокойные времена Чуваши остается примером этнического благополучия. Многие стремятся сюда переселиться. Те, кто живет здесь, давно считают ее второй родиной. Коренное население приветливо и не подвержено ксенофобии. Иными словами, мы действительно живем, как одна семья. Наша уникальная культура, соединившая достижения многих народов, несет в себе философию добра и созидания, уважение к людям разных конфессий и национальностей. Сегодня Чуваши объединяет представителей 128 национальностей, 8 этнических групп и 14 конфессий. Сердечно благодарю представителей всех народов, проживающих на территории Чувашии, за ваше уважительное отношение к друг другу, за бережное отношение к миру и согласию в нашей республике. Национальный вопрос – один из самых острых. Он может стать созидательным началом, а может превратиться в камень преткновения. Здесь достаточно простора и для научно-культурных исследований, и для политических спекуляций. Россия, как одна из самых многонациональных стран мира, знакома со всеми проявлениями политичности. Нам не нужно заново учиться жить бок о бок, друг с другом, не отказываясь от своего культурного своеобразия. Мы это всегда прекрасно умели, и многонациональная Россия сотни лет была домом для многих наций и народностей. Сейчас ваша республика, где более ста различных национальностей, десятки конфессий, живут в мире и согласии, растят детей, чтут своих предков, заняты созидательным трудом. Это ваша республика является примером, примером, образцом, даже символом, я бы сказал, лучших традиций национального единства наших народов. Делегаты съезда единогласно проголосовали за создание Ассамблеи народов Чувашия, нового общественного института, призванного развивать и укреплять межнациональное единство и культурное строительство в республике. Председателем Совета Ассамблеи избран Лев Кураков. Председатель Ассамблеи народов России Светлана Смирнова и ученые Николай Дроздов считают создание Ассамблеи в Чувашии важным событием в общественно-политической жизни региона. Об этом шла речь на встрече с главой республики Михаилом Игнатьевым. Председатель Совета Ассамблеи народов России высоко оценила работу по укреплению мира и стабильности в регионе, создание условий для сохранения и развития культуры, языков и традиций различных народов. Это здорово, это очень такой шаг. Я думаю, что вы молодец, конечно. Когда все вместе, это намного лучше. Глава Чувашии отметил, мы гордимся тем, что у нас такая многонациональная республика и ценим возможность изучать обычаи и культуру других народов. Жить в дружбе, согласие – естественное желание каждого человека. Люди хотят стабильности. Люди не хотят разных потрясений, расшатаний ситуаций. Почему? Потому что стабильность дает возможность людям быть уверенным завтрашним. Вот самые такие вопросы. Ну а завтра в Чебоксарах начнет работу Третий Всероссийский съезд учителей сельских школ. Около 500 педагогов со всей страны съедутся в Чувашию для обсуждения перспектив развития системы образования в сельской местности. Для обмена опытом организовано пять дискуссионных площадок в работе съезда. Примет участие министр образования и науки России Ольга Васильева. О том, что обсудят учителя на съезде, мы расскажем в нашем завтрашнем выпуске. По итогам восьми месяцев 2016 года в республике на 3% увеличилось количество малых предприятий. Такую статистику озвучил на еженедельном совещании главы Чувашии, министр экономического развития, промышленности, торговли Владимир Аврелькин. Соответственно, выросла доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. Что еще обсуждали сегодня в Доме правительства в нашем сюжете. Сейчас более четверти всех работающих в Чувашии заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса. По словам Владимира Аврелькина, рост индекса промпроизводства в республике достигается и за счет малых предприятий. Перед правительством Чувашии ставится задача довести долю валового регионального продукта, создаваемого в сфере малого и среднего бизнеса, до 50%. Сейчас эта цифра равна 33. И каждый год растет почти на 1%. Основной упор делается на создании современных инновационных производств. По итогам восьми месяцев мы демонстрируем темпы роста налогов это 5%. По итогам года ожидаем на уровне 3,3 миллиардов рублей. Это на 10% выше, как я сказал, уже предыдущего, 15-го года. И здесь, прежде всего, то, что касается тем вопросом, мы стимулируем развитие, к технологическому развитию, к обновлению. И все наши средства, которые вкладываются, я имею в виду средства бюджета, которые вкладываются, они прежде всего, как я сказал, направлены на модернизацию производства. Что мы получаем? Мы получаем на 1 рубль вложенных инвестиций, 3 рубля налоговых отчислений. Это созданные рабочие места и увеличение оборотов заработной платы, безусловно. Конечно, среди ведущих высокотехнологические производства электротехнического кластера. Но сейчас в приоритете создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве и в социальной сфере. Кроме того, идет работа по выводу продукции на экспорт. Нам надо увеличивать доходы. И через развитие малого и среднего бизнеса, через высокопроизводительный труд только возможно на сегодняшний день увеличивать доходы. Другого варианта практически нет. В суде на еженедельном совещании прошедшую летом всероссийскую сельхозперепись. Окончательные итоги будут подводиться в следующем году. Но уже сейчас можно сказать, что специалисты обошли более 250 тысяч объектов. Большая часть из них, конечно, личные подсобные хозяйства. 2500 – фермерские предприятия и более 300 сельхозорганизаций. Особое внимание уделили на совещание предстоящим выборам. В ближайшее воскресенье, 18 сентября, по всей стране пройдет единый день голосования. Нам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы и Государственного Совета. За последнюю неделю, что нам необходимо сделать? Значит, в первую очередь, до конца подготовить помещение для голосования и вместе с представителями МВД и управлением МЧС провести проверку и окончательно принять данные помещения для того, чтобы мы достойно провели голосование, обеспечили проведение голосования. До этого мы отработали с главами поселений, главами администрации районов и городов по обеспечению хранения выборной документации избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений, что очень важно. Мы опасаемся того, что в последнюю неделю могут быть или вполне возможно какие-то провокационные вещи. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойную работу всех территориальных и участковых комиссий. Избиратели должны получить ответы на все интересующие их вопросы. Поэтому, возможно, будут созданы рабочие группы для консультаций. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Регулярные пожары и жизнь, как на пороховой бочке. Такая ситуация в доме номер 3, корпус 2 по улице Гагарина. А в здании сильно изношена электропроводка. Почему за полвека ее ни разу не меняли, об этом в сюжете. Жители дома номер 3, корпус 2 по улице Гагарина долго думали, в какой подъезд вести съемочную группу. Во всех одинаково плохо с электропроводкой. И в каждом по этой причине уже был пожар. Мы хотим показать нашу электрощитовую, которая не закрывается и доступна всем и каждому. И нашу электропроводку, которая вся находится в скрутках. Пробок нет вообще, отсутствуют пробки напрочь. Отключиться от электросети при каком-либо ремонте малом я не могу. Все электропровода у нас держатся на изоленте. У меня соседи в 43-й квартире горели, был пожар. Старики мы все за 60-80 лет, они не вылезут из квартиры. С третьего этажа. Баба Вера, она со второго не выйдет от этажа. Не выйдет, она еле ходит. Последний раз вызывать пожарных и выбегать из квартир пришлось жителям первого подъезда с субботним утром в начале сентября. Нам сказали, что в процессе вот этого было, значит, возгорание, было задымление подъезда. И в результате изношенности электропроводки, электросети. И причина в этом. По словам жильцов, в доме 61-го года постройки за полвека ни разу не проводили капитальный ремонт. И то, какие системы в ремонте срочно нуждаются, судя по всему, в бюро технической инвентаризации определяют на глаз. Так, изношенность этой самой электропроводки по документам составляет всего 55%. Иными словами, с такой жить можно. Пришла девочка, фотографировала вот это все. И все. Мы спрашивали, как вы делаете вот этот мониторинг. Они говорят, ну как, вот у нас фотографии. Фотографии черно-белые, что на них видно. У нас фотографии, мы вот ставим. Говорят, а почему ставить вот 55? Вот вы смотрите, по факту это же не 55. Даже я дилетант в этом, и я вижу, что это не 55. А они нам отвечают, а мы не можем поставить вам 75. Иначе этот дом будет аварийный. Мы не можем его признать. Активисты дома отмечают первый раз. Фонд капитального ремонта обратились в 2014 году. Там разъяснили, дом включили в программу на 2015 год. Затем перенесли на 2016. Сейчас дом по-прежнему в программе на 2016 год, однако только по замене холодного водоснабжения. Что касается других систем, в том числе электрических сетей, то все на рассмотрение. Хорошие новости пришли в лице заведующего сектором Управлению ЖКХ, Энергетики, Транспорта и Связи, администрации Чебоксар. Прекрасно знаем вашу ситуацию. Более того, мы в ваш дом включили крыхозочный план на 2016-2017 годы с ремонтом системы холодного водоснабжения. И по ремонту системы электрики, он у нас стоит в списке первоочередных. После того, как региональный оператор нам представит сумму, образовавшуюся экономию, он будет в числе первых, которые мы будем ремонтировать. На какой год? В этом году. До конца года три с половиной месяца. Время пошло. Проекты развития инфраструктуры представили жителям столичного микрорайона Волжский 3. Чебоксарцы узнали, как будет выглядеть парк 500-летия, Московская набережная и будущая школа. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Мы создаем для всех горожан или стремимся создавать одинаковые равные условия. На Волге город должен иметь по сравнению с другими городами другую архитектуру. Вместе с вами мы должны строить новый современный город, чтобы эти ценности оставались наеки веков. На этом стенде парк 500-летия как на ладони. Здесь уже проложили дорогу, возвели центр развития маунтинбайка и обустроили прогулочную площадку с прудом. Но то ли еще будет. В перспективе здесь намерены построить гостиничный комплекс океаналием и аквапарк. Сейчас подрядчики прокладывают инженерные сети. За время освоения этой территории появилась необходимость вносить изменения. В принципе, принципиально ничего нового не происходит. Те объекты, которые намечались изначально, там появятся. Но планы несколько уточняются. Где-то появляется необходимость увеличить объект, где-то, наоборот, уменьшить. Вместе с парком благоустроят и Московскую набережную. До конца октября здесь намерены проложить тротуары, велодорожки, обустроить зоны для отдыха. Это, я думаю, призовет нашу молодежь подвиняться, заниматься также водными видами спорта. Потому что такую прекрасную реку Волгу надо использовать на все 100%. Мы здесь рядом живем, будем там постоянно гулять с ребенком. Жителям микрорайона показали и проект будущей школы. Ее строительство намерены начать в этом году. В ближайшее время завершится экспертиза. С республиканским бюджетом мы городу выделили 40 миллионов рублей. Стоимость этой школы примерно, ориентировочно, я скажу, под тем документом, который уже есть, почти 900 миллионов рублей. Это инновационная школа или, можно сказать, умная школа для наших детей. Первоначальный проект был скорректирован. Новая школа сможет принять более тысячи ребят. Для учеников намерены построить стадион и даже оздоровительный комплекс. Планами властей жители микрорайона остались довольны. Необходимость строительства школы назрела давно. Детей очень много, в садиках много, и во дворах очень много обилия. Радоваться будут всем этим школам и садам. И также будет им дать чистоту и порядок. К юбилею столицы республики будут реализованы и другие проекты. Продолжение горожан пообещали учесть. Медри Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Выручка – 8 миллиардов рублей. Средняя зарплата – 37 тысяч рублей. Таковы основные показатели шумерлинского комбината автофургонов. Цифры были озвучены во время рабочего визита в Шумерлю главы Чувашии Михаила Игнатьева. А в минувшие выходные муниципалитет отметил вековой юбилей. Комбинат автомобильных фургонов – градообразующие предприятия. Оно производит спецавтомобили, прицепную технику, различные мобильные комплексы – всего более 200 видов. В номенклатуре предприятия – изделия, производимые по программе импортозамещения. Среди крупнейших заказчиков – Министерство обороны, МЧС и МВД России. Я благодарен, прежде всего, бенефициарам данного комбината автофургонов, благодарен нанятым менеджерам и благодарен практически трудовому коллективу за эффективный результативный труд, за то, что вы на самом деле делаете, во-первых, свои товары качественно, выкладываете свою душу, и по факту на выходе получается, что товары продаются, люди и государственные заказчики отзываются положительно, и перспектива у вас очень хорошая. На Кафе работает более тысячи человек, но уже сейчас эта цифра увеличивается. К 85-летию завода открыли новый цех площадью более 8 тысяч квадратных метров и запустили линию по производству осей для прицепной техники. Это позволит предприятию улучшить свои позиции в оборонной отрасли, а также выйти на рынок гражданской техники. Это различная прицепная техника с настройкой народохозяйственного назначения. Это контейнеровозы, это ворочная техника, зерновозы, это какие-то емкости, это могут быть и холодильные установки. Планируем увеличить как количество, так и ассортимент выпусками продукции. Уже сейчас предприятие ведет поставки за рубеж, в частности, в Алжир. В будущем географию расширят. Техника современная, мобильная, автономная. Спрос есть. Выносные рабочие места. Мощно. Видеокамера, защищенная видеоконференц-связь. На бортах стоят разъемы вводные для всего парка средств связи Министерства обороны. Шумерли динамично развивающийся муниципалитет, заметил глава республики. Здесь расширяются производственные площади, строятся новые дома, ремонтируются объекты здравоохранения. Стоматологическая поликлиника приобрела новый облик, сменила фасад. Внутри рентген-кабинет и современное оборудование. Качественную и квалифицированную помощь получит более 40 тысяч человек, в том числе и маломобильное население. Не последнюю роль в обновленном облике города сыграли сами жители, отметил глава Шумерли Сергей Иргунин. Это очень умные, талантливые, порой скромные люди, которым своим человеческим трудом создают благополучие в городе. Город меняется, и это видно. Меняются дворы, они благоустраиваются, строятся дороги, работают градообразующие предприятия. И сегодня с уверенностью можно сказать, что у города большое будущее. Ветераны труда были удостоены памятных медалей Министерства обороны страны, почетных званий, заслуженный работник промышленности и благодарностей. Завершился день города праздничным концертом. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Республика. Глава Чувашии принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Ульяновск, регионодавние партнеры. Поэтому такие встречи на высшем уровне – отличная возможность обсудить перспективы сотрудничества. Подробности в следующем материале. Что-то в наших строяках гоняли демократию и качество, что было на века. Мини-погрузчики, автокраны, грейдеры, экскаваторы и грузовики. На центральной площади Ульяновска прошел парад специальной техники. И не просто парад, а целое техническое шоу. Сложные пируэты машин вызвали удивление и восхищение горожан. Представители рабочих профессий – главные герои торжества. Лучшим из лучших вручили награды. Поздравляя соседей с праздником, Михаил Игнатьев заметил, что за последние годы Ульяновск преобразился. Мы ежегодно встречаемся на разных площадках. Обмениваемся лучшими практиками. Наша задача, задача органов власти – создавать комфортную и благоприятную среду для ведения бизнеса. Для развития реального сектора экономики. Сегодня десятки миллиардов вложили в производство Ульяновской области. Открываются новые заводы. Регионы сотрудничают в разных направлениях. В прошлом году делегация Ульяновской области побывала в Шемуршинском районе. Именно здесь дали старт проекту «В кругу друзей». В его рамках сейчас возрождают этнографические традиции. Совместно намерены развивать и торговые и экономические связи. Об этом говорили на встрече с почетными гражданами города. Мы ездим учиться к вам. Ваши делегации к нам приезжают. Это очень важно в нашей совместной деятельности. Когда мы вместе, мы не победим. Когда мы вместе, мы всегда продлеваем трудности и ее только победим. Нам в наследие достался с вами великолепный, прекрасный город. Поэтичный, воспетый лирой великих литераторов. Опорный для страны и государственной власти. Мужественный и героический. Внешний колоссальный вклад в великую победу. Крепнуты культурные связи. Подарок ульяновцам ко дню города. Концерт чувашского академического ансамбля песни и танца. В зале полный аншлаг. Чуваши отметил Сергей Морозов. Одни из самых многочисленных народов ульяновские. В области продолжают выходить национальные газеты. Чувашский язык преподают в 160 школах. Мы понимаем, что значит особое дружеское отношение к нам со стороны разных регионов Российской Федерации. Мы всегда неустанно говорим. Среди равных есть кто-то еще более равный. Это Чувашская республика, потому что она такая же нам родная, как и наша земля. Сергей Морозов наградил главу Чувашии медалью дружбы народов. А самые активные представители Чувашской автономии получили благодарности. Медрик Ковалев и Расилий Мухаметов. Республика из Ульяновска. История об истории. Два года назад в центре Чебоксар строители откопали часть старинной печи. Находку законсервировали на время, чтобы подойти к делу профессионально с научной точки зрения. Сегодня ученые-археологи завершили раскопки и получили больше вопросов, чем ответов. Открытый лист на раскопки получил ново-чебоксарский историко-художественный музейный комплекс. Заместитель директора комплекса Дмитрий Спрыжков считает, это не что иное, как маленький кирпичный завод. Историки утверждают, что это самая распространенная и долго используемая технология производства кирпича путем обжигов специальной печи. Чебоксарская находка представляет собой такую печь в разрезе. Хорошо заметны и три топочных канала, и камера для сушки, и решетки. Подобные печи использовались на протяжении всего строительного сезона. Это май, сентябрь, октябрь. Потом их могли разобрать, могли оставить. И производили кирпич довольно усиленно. Потому что каждая загрузка кирпича, это вообще вот этот весь процесс от загрузки до изъятия, он длился три недели. Пока печь топилась, потому что сначала температура держалась небольшая, потом ее усиливали, потом опять сбрасывали, чтобы кирпич не перекаливался, потом все это остывало неделю еще. Точную дату строительства печи установить пока не удалось. По мнению археологов, это конец 18-го, начало 19-го века. Но очень и очень предположительно. Дело в том, что в этот период прекратили использовать в строительстве большемерный кирпич 35 на 15 на 8. А именно из такого кирпича сложна печь. Впрочем, есть и другие версии, тоже достаточно убедительные. Практика показывает, что это вовсе не значит, что вот данная печь 17-го или 18-го века. Потому что вот здесь вот вблизи был дом композитов Равьевых 5А, который считался, что построен в 35-м году. А часть дома была построена из кирпича вот как раз из такого, из большемерного кирпича. То есть кирпич в 30-е годы брали из храмов, из разрушенных, и их пускали, так сказать, в дело. То есть вполне возможно, и здесь то же самое было. Застройщик, которому достался участок с сюрпризом, свою лепту в установлении исторической истины внес. Помог археологам с техникой. Компания готова принять участие и в дальнейшей судьбе находки. Мы хотим, конечно, максимально сохранить этот объект. Но предложили Минкультуре, и мы сегодня перенести его. То есть демонтировать и собрать экспозицию. Подготовили уже место, то есть предварительно. То есть мы подготовились, подготовили место под музей. Так что мы готовы перенести, профинансировать, насколько это возможно. И в каком-то виде сохранить это. Мы, знаете как, все, наверное, любим историю, все интересуемся прошлым. Но не хотелось бы, конечно, ни в коем случае, чтобы это прошлое нам мешало в настоящем строить будущее. Принести объект на другое место было бы хорошо еще и потому, что печь постоянно заливает дождевыми и грунтовыми водами. Если музеифицировать ее прямо здесь, понадобится приложить массу интеллектуальных, физических и финансовых усилий. Но, повторим, все зависит от того, насколько ценной с исторической точки зрения окажется находка. Пока решили пригласить из Ульяновска ученого-историка, который считается специалистом по печам. Впрочем, Дмитрий Спрыжков тоже скоро им станет. Помимо Чебоксарской печи в его активе, средневековый металлургический комплекс в Шишкарах. Там, на Волжском берегу, археологи нашли сразу семь горнов, где из болотной руды добывали железо. Так что печи, похоже, научная судьба Дмитрия Спрыжкова. В прошедшую субботу на Певческом поле собрались представители органов власти, средств массовой информации, студенты столичных вузов и техникумов. Поводом для встречи стала традиционная эстафета газета «Советская Чуваша», посвященная памяти летчика-космонавта Андреяна Николаева. Финальный этап эстафета собрал спортсменов и любителей уже в 78-й раз. Спортивные костюмы вместо деловых. Беговые кроссовки вместо привычных туфель. В таком амплуа их встретишь нечасто. По традиции ликотлетическая эстафета стартовала с вип-забега. Замечательное ощущение. В этот солнечный день мы бежим на эстафете «Советская Чуваша» с полной уверенности в нашей победе. Самым спортивным представителем органов власти стал председатель кабинета министров республики Иван Моторин. Он финишировал первым и передал победную эстафету представителям СМИ. Великолепная погода сегодня стоит. Я надеюсь, что все уйдут с эстафеты с хорошим настроением и запомнят это на долгое время. Наша телерадиокомпания выставила на эстафету две команды и заняла на пьедестале почета тоже два места. Любители бега с национального телевидения заняли почетное третье место. Приятное ощущение. Мы заняли третье место. Вторыми финишировали сотрудники редакции Урмарской районной газеты «Херли Елав». На первом месте спортсмены-любители с национального радио. Бежать было просто прекрасно. Большую поддержку командам журналистов оказали многочисленные болельщики во главе с министром информационной политики Чувашской республики Александром Ивановым. Спорт – это мы все знаем. Это здоровье образ жизни. Это активный образ жизни. Это хорошие мысли. Это трезвые мысли. Пресса и спорта вместе – это здорово. Следом за представителями СМИ на старт вышли ветераны спорта и спортивные семьи. В спортивную программу также был включен отдельный запек для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Победители этого старта были награждены специальным кубком «Сильный духом». Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. На этом выпуск завершается. Эфир национального телевидения продолжит проект «Большое сердце». А в половине десятого смотрите программу «Один день с профессионалом». Съемочная группа нашего телеканала выехала в Чебоксарский экономико-технологический колледж. Все программы и новости доступны на нашем сайте ntrk21.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok